Здравствуйте, здравствуйте. В сети появилась информация, что предполагаемый глава преступной группировки индейца Сергей Плужнов, в криминальном мире он больше известен как Винни, может иметь отношение к убийству Игоря Станкевича. Это владелец торгового центра Космос в Новокубышевске. 15 ноября 2011 года около 14.00 на улице Свердлова в Новокубышевске был убит директор ТЦ «Космос» 43-летний Игорь Станкевич. Бизнесмен вышел из магазина и садился в автомобиль Audi Q7. По словам очевидцев, к машине предпринимателя подъехали белые «Жигули», и неизвестный мужчина во всем черном выстрелил в бизнесмена. Станкевич погиб на месте. Скорее всего, стреляли из автомата Калашникова, так как на месте ЧП были найдены гильзы от этого оружия. По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Убитый владелец торгового центра Станкевич был одним из самых известных бизнесменов Новокубышевска. С бизнесами в сфере строительства, торговли, развлечений и многое-многое другое. Что интересно, он был владельцем кафе «Югра». И по нашей информации, это кафе служило местом переговоров для криминальных авторитетов региона. Сам Станкевич имел серьезные связи и в правительстве Новокубышевска, ну и конечно же в органах местных МВД. Как утверждает источник, одна из версий, Вин не хотел этого бизнесмена посадить на свою крышу. Но бизнесмен не хотел. На этой почве вышел конфликт, ну и Плужнов решил вроде как его проучить. Ну то есть убить, проще говоря, в назидание другим, чтобы не повадно было. Пока неизвестно, действительно ли Плужнов имеет отношение к этому убийству. Эту информацию нам нужно будет еще проверить. Мы решили разобраться и направить запросы в полицию Новокубышевска, чтобы узнать, было ли раскрыто данное преступление. Был ли кто-то арестован, были ли подозреваемые. Так как в сети нет никакой информации. Интересно, что чем дальше, чем больше мы занимаемся делом индейцев и самим Плужновым, тем больше информации удается нам найти. Так оказывается, что за две недели до расстрела владельца торгового центра Станкевича был расстрелян недалеко от своего дома известный боксер Новокубышевский Дмитрий Моисеев. 22 октября 2011 года возле подъезда своего дома на улице строителей был обнаружен труп мастера спорта по боксу сотрудника ЧОПРА Тибор, 27-летнего Дмитрия Моисеева с признаками насильственной смерти. Предварительная картина убийства выглядит следующим образом. В начале 12-го ночи Дмитрий приехал на стоянку и сообщил жене по телефону, что через считанные минуты будет дома. Поставив машину, он отправился пешком домой. По свидетельству сидевших возле соседнего подъезда подростков, когда Дмитрий подошел к подъезду, рядом с ним появился буквально вынырнувший из темноты джип. С пассажирского сидения иномарки выскочил мужчина в черном, подбежал в упор к Моисееву и сделал два выстрела из пистолета в грудь и в голову. Как установили судмедэксперты, поле попали жертве в сердце и в висок. Дмитрий рухнул замертво, а киллер прыгнул в джип, который скрылся в неизвестном направлении. По данным ТЛТ «Город», одним из первых оперативно-следственных действий, проведенных стражами порядка по убийству жителя Новокуйбышевска, стал обыск его оставленного на стоянке автомобиля. Имеются сведения, что в ходе этого обыска правоохранители обнаружили автомат Калашникова и пять пистолетов. Как отмечают информационный портал ТЛТ «Город» и «Комсомольская правда», убитый боксер Моисеев имел отношение к криминальным врезкам нефтепровода региона. СМИ, ссылки на источник среди оперативников, утверждают, что Моисеев состоял в ОПГ «Жуки», который осуществляет контроль за бензовозами с нефтепродуктами, с ворованными нефтепродуктами, и занимаются сопровождением этих машин. По нашей информации, лидером данной ОПГ является Александр Жуков, от фамилии которого и произошло название этой группировки. Подробнее об этом мы расскажем в нашем расследовании. Вот так вот в небольшом городе за несколько недель происходят два громких, ну и судя по тому, как они были совершены, заказных убийств, нитки которых ведут к большому криминальному бизнесу. Это хищение нефтепродуктов. Вот такой вот непростой и опасный город Новокуйбышевск. До свидания.